На тех схемах, которые сейчас помогают России обходить санкции, говорим далее с нами на связи Владимир Омельченко. Это директор энергетических программ Центра Разумкова. Приветствуем вас, Владимир Юрьевич, в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, если подытожить, вот мы давали информацию, есть разные мнения, и пишут инсайдеры разных изданий, политиков, мы давали вот эту позицию господина Ходорковского о том, как России это все удается. Но скажите, если говорить о основных методах обхода санкций, то вот какие мы могли бы назвать для того, чтобы понимать, как работает эта схема, ну и для того, чтобы осознавать, что нужно предпринять для того, чтобы прикрыть эти конторки? Ну, я бы назвал, в первую очередь, две схемы. Одна нелегальная, а вторая, она, можно сказать, легальная. Первая схема, она заключается в том, что в Средиземном море стоят супертанкеры, на которые загружается нефть, например, с Новороссийской или с Туапсе, с более мелких танкеров. И тогда, когда эта нефть загружена, она потом, значит, пересматривается, ее сертификаты, и она уже может идти под маркой, например, не российской нефти, а может быть, идти под маркой, я не знаю, азербайджанской нефти, казахстанской или марокканской, какой угодно нефти. То есть это первый путь ухода, но это не основной путь, как Россия способна обходить эти санкции. Все-таки основной путь заключается в том, что Россия поставляет по бросовым ценам значительно ниже, так сказать, цены марки Brent, свою нефть, например, китайским трейдерам или в Индию. Сейчас крупнейшим, так сказать, потребителем российских нефтепродуктов стала, например, Саудовская Аравия. Значит, и после того, как нефть попадает в Индию или в Китай, она там перерабатывается, перерабатывается и в виде, значит, дизельного топлива или бензина уже поставляет страны Европейского Союза, уже как легальный продукт. То же самое можно сказать о странах Северной Африки, откуда сейчас поставляется очень много дизельного топлива, сделанного из российской нефти. Это, в первую очередь, из Марокко, например, Туниса, Египта, ну, в той же Турции также. Поэтому вот это вот основная схема. Ну, также обратил внимание, что вот, как ни странно, Саудовская Аравия, которая сама вырабатывает очень много нефти и производит нефтепродуктов, она является крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов. Тоже по этой схеме просто саудовцы покупают, значит, российские нефтепродукты, а потом уже их перепродают значительно дороже на мировых рынках. Тут для понимания, Владимир, это же страхуется весь этот товар, да, на судах. И каким образом страховые компании могут позволить, как вы говорите, потасовывание тех же документов, переназвание, если, например, тот или иной товар идет на одном судне, указано название этого судна, то как оно все проходит по документам, как это вообще возможно, и как с этим возможно бороться? Ну, это раз оно проходит, значит, и возможно. То есть часто эта нефть смешивается, допустим, та же российская нефть, она смешивается там с азербайджанской, казахской, иранской нефтью по ходу как бы следования танкеров. И уже документы переоформляются. Ну, а что касается тех же нефтепродуктов, так это вроде как и легальная схема, потому что по факту эти нефтепродукты, хотя и выработаны с российской нефти, но уже не являются нефтепродуктами российскими, поскольку они выработаны на заводах той же Индии, Китая или Марокко. Владимир, давайте далее в продолжении разговора о позиции, которые, знаете, должны придерживаться Европейский Союз и в целом все страны, которые внедряют санкции. Давайте о ЕС. Там должны существенно изменить акцент в вопросе санкций в отношении России. Следующим шагом после принятия десятого пакета ограничений станет обеспечение соблюдения уже принятых ограничений и предотвращение обхода со стороны третьих стран. Об этом заявил специальный представитель ЕС по вопросам имплементации санкций Дэвид Асалева. Но давайте услышим его позицию. Прошлый год продемонстрировал решимость ЕС и наших партнеров отстаивать то, что правильно, несмотря на цену. Но он также показал, что в некоторых аспектах нам нужны структурные изменения. Быстрое принятие десяти пакетов санкций стало огромным достижением. Теперь наша роль заключается в том, чтобы обеспечить их эффективное применение, а не обход через третьи страны. Мы уже ведем переговоры с теми государствами, которые потенциально может использовать правительство России как платформу для обхода санкций. Дэвид Асалеван – специальный посланник ЕС по вопросам имплементации санкций. Ну вот смотрите, Владимир, вот как вам такая позиция и что нужно предпринять на уровне Европейского Союза, каким образом наладить такую систему, ну чтобы следить за теми странами, которые помогают обходить санкции, ну и в частности, как я понимаю, акцентировать внимание на определенных игроках разных рынков, будь то рынки энергоресурсов или же технологий. Ну вы знаете, что касается поставок нефти нелегальной в страны Европейского Союза с Россией, то это возможно сделать, и в принципе надо просто усилить мониторинг за документами и усилить штрафные санкции против тех стран, которые как бы позволяют нарушать и обходить санкции Европейского Союза. Но что касается вот этой схемы, которую я сказал, когда российская нефть поставляется, перерабатывается, а затем уже поставляется на рынок нефтепродукты в Евросоюз, практически обойти невозможно. Почему? Потому что она формально является легальной. Ну несмотря на это, надо сказать, что все равно санкции действуют, они работают, и Россия, например, в январе-феврале получила меньше доходов от поставок своей нефти нефтепродуктов, где-то на 42% относительно предыдущего года. А как бороться с теми странами, которые продают эту российскую нефть, хотя по всем документам официально они обозначают, что экспорт с их стран был намного ниже до того, как уже обозначились санкции на российскую нефть. И тут они вдруг наращивают якобы продажи, за счет чего, ну например, как Азербайджан. Вот как можно, что им предъявить, но они перепродают, и это получается незаконно, нелегальную нефть, или как? Что можно им предъявить на основании этих документов? Ну, вы знаете, я еще раз подчеркну, что в Европейский Союз не так много продается нефти нелегальной, как вроде бы как легальных нефтепродуктов по обходным схемам, о которых я уже сказал. То есть, ну просто для этого надо усилить мониторинг за источниками происхождения нефти и наказывать такие страны, которые позволяют себе обходить эти санкции. Тут другого метода я какого-то не вижу. Вы скажете о влиянии санкций на вот эти военно-имперские планы Путина, об эффективности тех ограничений, которые были внедрены к этому времени. Я позволю себе обратиться к одному отчету. Это международная рабочая группа по санкциям против РФ, которая, понятно, возглавляет руководитель Офиса президента Украины, Андрей Ермак, мы уже вспоминали, а также посол, дипломат Майл Макфол, и они совместно с экспертами Киевской школы экономики исследовали, как эти ограничения повлияли на российскую экономику за последний год. Они отмечают, что санкции работают, однако есть возможности для того, чтобы их ужесточить. Ну и, как сообщает сайт президента, они отмечают, что этот год может стать переломным в экономическом влиянии на Российскую Федерацию. Что вы скажете по этому поводу? И насчет усиления того давления, которое есть к этому времени. Можно больше или все равно будут обходить, учитывая те лазейки, которые присутствуют до сих пор? Нам хочется больше, да. Это безусловно, потому что каждая капля нефти это дополнительный патрон или снаряд на войне против Украины. Однако, ну, то, что я сейчас вижу, G7, они не особо готовы усиливать эти санкции, не особо готовы пересматривать потолок цен, поскольку считают, что это может создать серьезный дефицит на рынке нефти, нефтепродуктов в мире, и таким образом увеличить цены во многих странах, что политики рассматривают для себя как достаточно опасная ситуация с точки зрения их политических перспектив. Поэтому нам хочется действительно, чтобы этот потолок опустился с 60 до 50, как минимум, долларов за баррель. Ну, пока что это маловероятно. Ну, санкции действуют. Смотрите, что Россия потеряла практически европейский рынок природного газа. В прошлом году с этого рынка ушло более 100 миллиардов кубических метров. Евросоюз успешно заместил этот природный газ с поставками из Катара, с Норвегии, с Соединенных Штатов Америки. То есть, и в принципе, России не удалось заместить и найти новые рынки сбыта относительно европейского рынка. То есть, они только частично, где-то на 20-25% смогли заместить этот рынок. То же самое касается и нефти, нефтепродуктов. То есть, доходы российской нефтяной отрасли упали после введения санкций где-то более чем на 40%. Россия вынуждена была сократить свою добычу на 500 тысяч баррелей нефти в сутки. И очень особенно красноречиво говорит тот показатель, что за два месяца, за январь-февраль 2023 года планка дефицита, которая была поставлена российским правительством относительно бюджета Российской Федерации за год. Эта планка была, по сути, преодолена на 80%. Я ожидаю, что уже в марте месяце практически дефицит бюджета будет в России больше, чем они планировали он будет за год. И в основном тут роль сыграла именно эмбарго и санкции против российских энергоносителей. Даже стоит добавить, что из-за введения санкций на экспорт в этом году доходы России от продажи нефти и газа снизятся на 50% по сравнению с 2022 годом. И они могут сократиться до 40 миллиардов долларов в квартал. Этот показатель исторически был критическим порогом. И такой прогноз озвучил в Киевской школе экономики. Там ожидают, что стоимость российской нефти уменьшится на 31,4%, а газа на 40,2%. И объемы их продажи сократятся на 19,6% и 27,9%. Соответственно, учитывая эти тенденции, а также то, что ограничения в отношении Российской Федерации вряд ли отменят в ближайшем будущем, то 2023 год станет решающим для российской экономики, считают аналитики. Но тут стоит еще отметить, что вспоминая встречу недавнешнюю Си Цзиньпина, лидера Китая и Путина, и там говорилось как раз о том, что наращивают и продажи нефти и газа в Китае. То есть стоит ли ожидать, что это полностью перенаправится, этот экспорт сырья с Российской Федерацией. И что делать с теми странами, которые вообще в принципе не имеют отношения к санкциям. Если уже брать, к примеру, нефть, да, Турция, вот сообщает политика, в прошлом году удвоила свой прямой импорт российской нефти и отказалась вводить санкции в отношении российской нефти, несмотря на то, что одновременно предлагала, да, давайте вспомним, гуманитарную помощь Украине. Вот все равно появляются эти страны, которые так или иначе заменяют рынок европейский. Ну, обратно же они и будут появляться, потому что им очень выгодно этим заниматься. То есть просто бизнес, и больше ничего, кроме бизнеса. Тут это надо понимать и не ставить никаких иллюзий. Что касается Китая, то действительно Россия очень серьезно заинтересована в российском рынке и нефти, для России нефти и природного газа. Только в прошлом году поставки российской нефти увеличились в Китай на 23%, достигли почти 2 миллиона баррелей в сутки. И, кроме того, Россия, так сказать, увеличила поставки сжиженного газа в Китай и сейчас занимает первое место среди всех стран мира по поставкам сжиженного газа в Китай. Ну, кроме того, что Россия стремится еще как бы заместить китайским рынком европейский рынок и на последней встрече в ходе визита Сидзипина в Москву Россия предложила Сидзипину строительство газопровода «Сила Сибири-2» мощностью 50 миллиардов кубических метров в год через Монголию, с Ямала, Китая. Но Сидзипин достаточно, так сказать, пассивно приорегировал на это предложение, просто промолчал. Поэтому я вижу, что Китай тоже смотрит, чтобы не попасть тот же капкан, который попал в Европейский Союз, чтобы зависимость Китая от России не была критической относительно поставок энергоносителей. Поэтому я считаю, что России не удастся заменить, ну, даже на 50% европейский рынок китайским рынком или индийским рынком. И поэтому, как бы Россия ни старалась, все равно потери она не возместит от траты, значит, европейского рынка как по нефти, нефтепродуктам, так и по природному газу.